Как размножали украинцев, в переписи 1926 года. Мы уже видели, что во всероссийской переписи населения 1897 года, украинцев обнаружено не было. Другое дело, перепись населения 1926 года. Украинцы есть и они занимают второе место по численности после великороссов. Как это могло произойти? Ответ в циркуляре номер 14 инструкционных указаний к заполнению и разработке ответов на вопросы. Для уточнения записи о принадлежности к русской народности, необходимо, чтобы лица, называющие при переписи свою народность русский, точно определили, какой именно народности, украинской, великороссской или белорусской, они себя причисляют. Русский и великоросс считаются тождественными. Циркуляр номер 14. Если называешься русским, то должен уточнить, какой именно русский, украинец, великоросс или белорус. Народность малоросс в переписи отсутствует. Но то советская пропаганда, а что скажет свободная пресса. Ежемесячный карпата-русский журнал «Свободное слово», издаваемый в Америке в 60-х годах, публиковал письма украинцев, рассказывающих о том, как советская власть, галичан и карпата-русов записывала в украинцев. Как это делалось, мы испытали на себе в Карпатской Руси. Когда переписывали население, всех карпатаросов записывали украинцами. Когда кто-нибудь осмелился протестовать, советский чиновник ему заявлял, «Вы украинец». А когда кто-то начинал доказывать, что мы русские, ему отвечали «Вы украинец», так приказано. Пол Роберт Магочи, американско-канадский историк русинско-венгерского происхождения, исследователь истории Украины и ее различных этнических групп, в том числе Подкарпатской Руси, в своей книге «Формирование национальной идентичности Подкарпатской Руси» так описывал процесс переписи населения. По большей части перепись проводилась студентами в присутствии политработников Красной Армии. Типичная встреча проходила примерно так, «Тудент с крестьянином, какой ты национальности?» Ответ, «Я русский». Офицер, крестьянину. «Вы имеете в виду, что вы из России?» Ответ, «Нет, я отсюда». Офицер, студенту. Пиши «Украинец». Продолжение следует.